Мое имя Евгений Юдицкий, я являюсь начальником отдела обучения и развития компании Юнхань. Компания занимается подъемом погрузочной техникой, штабеллеры, тележки, ричтраки, производства Германии. Мы обратились в компанию Sales Video Production для того, чтобы создать ролики по опциям и некоторым особенностям подъема погрузочной техники. Пока не было видеороликов, отдел продаж сталкивался с проблемой, что клиенты не всегда сразу понимали, о чем идет речь. Без визуализации довольно сложно объяснить по телефону или в тексте письма, или выслав одну картинку, что из себя представляет эта опция. Вследствие этого клиенты очень долго принимали решение, и нам показалось, что с применением видеороликов выбор в пользу нашей техники стал намного быстрее. На этапе тендера, когда мы выбирали подрядчика, нам было важно, чтобы компания могла снимать не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, потому что у нас в Петербурге филиал с просторным складом, где хорошее освещение и есть пространство для того, чтобы можно было двигаться, маневрировать, ездить на технике. Мы выбрали компанию Sales Video Production, потому что филиалы этой компании есть не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, и при съемках в Санкт-Петербурге не было удорожания стоимости, то есть не нужно было оплачивать командировочные расходы. Процесс согласования проходил следующим образом. У нас был заготовленный текстовый сценарий, мы к нему отсняли, соответственно, видео в Санкт-Петербурге, и потом компания Sales Video Production сделала нам черновой вариант, который мы могли посмотреть, и в таком общем файле текстом мы могли добавить какие-то свои правки, комментарии, поменять ракурс, изменить музыку. И, в принципе, все наши просьбы были услышаны, и итоговый результат, ну, как нам кажется, был довольно-таки хорош. Сам съемочный процесс у нас был разделен на два дня, то есть мы снимали эти шесть клипов в течение двух суток, часть мы снимали внутри помещения, часть мы снимали на улице, на погрузчиках, которые позволяют уезжать на улице, с кабиной. Мы использовали разные ракурсы, не только на земле, но и сверху, потому что это было важно для одного ролика, в котором мы показывали различия между трехопорными и четырехопорными погрузчиками, показывали их радиус разворота, очень наглядно получилось, именно снимая сверху с вышки. Ну и вообще было довольно интересно, потому что мы старались как-то не одним, так скажем, кадром все снять, а с разных позиций выбирать потом наиболее интересные и понравившиеся ракурсы. Когда мы получили готовый видеоролик, было еще несколько небольших добавлений. Мне лично очень понравились такие анимированные иконки, которые добавили для того, чтобы более наглядно продемонстрировать ту или иную опцию. Нам бы хотелось эти иконки и дальше использовать. То есть вот это такой был этап креатива, но в целом получилось очень хорошо. До сих пор мы этим пользуемся, хотя прошло уже там несколько лет. Наши руководители до сих пор при согласовании с потенциальными клиентами и партнерами используют эти ролики, отправляют их нам в мессенджерах, в футсапе, в телеграме, то есть опять же визуализируя какие-то преимущества определенных моделей. Я могу сказать, что эта работа была проделана не просто, чтобы один раз записать и больше не пользоваться, а реальная, эти ролики приносят пользу и в отделе продаж, и в процессе общения с клиентом, и в процессе обучения, потому что я их использую для новых сотрудников, чтобы показать какие-то опции. Не всегда есть возможность все увидеть на складе, потому что машины комплектуются индивидуально, а здесь в любой момент ты можешь открыть, посмотреть, очень удобно. Если мы говорим о применении этих роликов в процессе переговоров, то, конечно, это тоже облегчает нам работу. На ноутбуке показываем презентации в PowerPoint по определенному виду техники, но, конечно, просто картинки не всегда могут передать какие-то особенности, и когда есть возможность показать полноценные видео, тем более, снятое не просто там на камеру мобильного телефона, а профессионально, то есть со светом, со звуком, с правильным текстом и со всеми иллюстрациями, оно всегда производит очень хорошее впечатление. Я сам тоже, выезжая к клиентам, эти ролики демонстрировал. Мне очень нравится, вот так скажем. Например, одной из проблем было продемонстрировать клиенту замену батареи на ричтраке. То есть батарея на ричтраке, она довольно-таки тяжелая, она весит больше тонны. Текстом в инструкции искать, как это делать, не очень удобно. Мы специально сняли ролик с пошаговой видеоинструкции, как менять батарею на ричтраке, и после этого, опять же, любые вопросы клиента, они очень быстро решались, то есть ты им просто скидывал ссылку, клиент смотрел и мог сам уже, используя нашу технику у себя на складе, следуя этой видеоинструкции, поменять батарею. Если мы говорим про каналы и ресурсы, на которых мы используем данные видеоролики, то есть изначально идея была использовать на нашем официальном YouTube-канале, потом мы добавили канал Дзен, разослали продавцам в более сжатом варианте для того, чтобы они могли показывать на встречах клиентам и рассылать в мессенджерах, ну, соответственно, там сжатые видео, которые могут через Telegram, WhatsApp или другие каналы пройти. Они, конечно, не только для продаж, они больше даже для объяснения каких-то особенностей, но, как мне кажется, в любом случае это намного проще, чем просто, ну, там, текстом объяснять, то есть пользы от них очень много. В процессе создания видеороликов, что для нас было интересно и нас удивило, потому что мы делали это в первый раз, опыта какого-то там видеопродакшена у нас не было совсем, и мы удивились, что мы за два дня успели отснять все со всеми машинами, вот прям с 9 утра и до 5-6 вечера, и в итоге все, что мы задумали, ну, собственно, за два дня у нас получилось. Если мы говорим про взаимодействие с компанией Sales Video Production, ну, лично мне все понравилось, не было каких-то там тяжелых переговоров. Любая наша просьба, она была услышана, то есть какие-то небольшие корректировки мы делали, и все прошло, в принципе, очень гладко. То есть если мы говорим про комфорт взаимодействия, он был на очень высоком уровне. То есть видно, что компания старается произвести очень хорошее впечатление, следит за своим имиджем. Все, начиная там от процесса съемок, заканчивая согласованием, ну, никакого негатива не вызывает. В процессе съемок, ну, я могу сказать, что я лично принимал в них активное участие и получил положительные эмоции, то есть мне очень понравилось. Было интересно смотреть за работой оператора, то есть как мы выбирали разные ракурсы, просматривали уже отснятые куски, чтобы выбрать, где хорошо получилось, что стоит переснять, как мы работали на улице, нам же повезло, что погода была в Питере хорошая, да и солнце, а это не всегда бывает. В целом эмоции очень хорошие, исключительно положительные. Я бы рекомендовал попробовать.